При прохождении детектора лжи, наши чиновники говорят правду один раз. Когда представляются. И то не всегда. Как это происходит? Смотрим под ваши аплодисменты. Доброго дня. Добрый день. Вы по какому вопросу? У нас вроде как с документами все в порядке, нарушений никаких нет. Нет, нет, нет. Я с приводу работы. А, вы у нас первый из этих. Из кого из этих? Я не из этих. Это про нас народ скажет о враге. Нет, нет, я имел ввиду, вы первый из бывшей милиции. Да. Можно вопрос? Да. Присаживайтесь. Спасибо. Почему решили искать работу? По состоянию здоровья. То есть? Я у этих два года, что был без работы, я, как сказать, бухав. Пытался из депрессии выйти. Не вышел. Короче, если я не найду работу, то печенька просто откажет. Ну, понимаем. Ну, давайте заполним анкетку. Анкетку. Итак, какое у вас образование? А, яке бывает? Среднее, выше? Ну, чуть выше среднего. Хобби у вас есть? Уже нема. Раньше гроши сбирал, а зараз уже нема. Ну, не змат. Не, не, просто сгребал до кучи и в подвал. А. На дом купив. На шоу, мне 1400 квадратов до сих пор не понимаю. Хорошо. Ваше главное качество? Умею делиться. А что у вас с глазом? Ничего. У меня тоже начинается... Не делайте так. Хорошо. Какое у вас знание языков? Трогие. Ну, а какой уровень? Медиум, интермедиат, upper-интермедиат? Ну, скажем так, на уровне give me your money. Але на 22 малах свиту. А зачем вам это? То я до евро-2012 готувався. Я, до речи, після нього рейндж-ровера купив. Ага. Понятно. Что вы цените в людях? Гроши. Ну, а что-то нематериальное? Щедрость. И все? Ну, еще глупость. А вот краще всего глупая щедрость. Такая прямо тупая, безвозвратная щедрость. Вот таких людей люблю. Особые навыки у вас есть? Да, да. Например, знаю 50 рифм на слово полиция. Рахуйте. Полиция хуй... Ой, не надо. Я понял ход ваших мыслей. Ну, что ж. Первая вакансия. Доставщик еды. Зарплата 4 тысячи. Ну, в принципе, це трохи меньше, ніж я зарублял на предыдущем месте роботи. Ну, с чего-то ж надо начинать, да. Давайте. А там як гроши? С утра дають чи по окончанию смены? В конце месяца. Не, я шо-то не понял, подождите. Ну, деньги выплачивают в конце месяца. 4 тысячи. Да, не, ну я серьезно. Я серьезно. То ты про те, шо мне не капает на карточку каждого месяца. Не, ну, то понятно. А шо реально в конце месяца выходит? В конце месяца вы получите 4 тысячи гривен. Вы тут работу предлагаете, а че волонтерство? Может, я не туди пришел? Мы предлагаем вам развозить еду на собственном авто за 4 тысячи в месяц. На моем рейндж-ровере суперчарджет. Ты ціны на бензин бачил? У меня 4 тысячи тільки в день выходит. Я понял, эта вакансія вам не подходит. Не подходит. Вот следующая вакансія требуется охранник в ПТУ-45. Не, 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 в ПТУ я більше не вернусь ніколи. Я там ще за розбиті склона рассчитався. Фізруку дал в морду. Директора послав. Ну, это когда было? Когда? Вчера. Я прийшов на собеседование. А он мене, чо без сменки? Ну, і тут началось. Ладно, тогда я думаю, вам больше подойдет вот эта вакансія. Специалист по взысканию задолженностей. Це шо, бабки выбивать? Ну, типо того, нужно просить людей вернуть долг в банк. Ну, да, да, понятно, бабки выбивать. Но применение силы запрещено. Не, не, понятно, руками не бить, все понятно. Нет, нет, вообще бить нельзя. Ты не волнуйся, я умею бити так, шо сидяков не остается. Тем более, то ж по факту не я бью, а дубинка, понятно, да. Ну, і шо, получается, то, шо сверху выбив, то мое, да? Нет, вы просто сидите на телефоне и звоните людям, и все. На чому я сижу? Я понял, эта вакансія вам не подходит. Ага. Я так понимаю, ничего из предложенного вам не подходит, да? Не, вообще галяк. Тогда я предлагаю вам такой вариант. Предлагаю разместить вашу анкету на закрытом сайте, где ее увидят крупнейшие компании. Крупнейшие? Да. Но для этого вам придется пройти детектор лжи и ответить на несколько вопросов. Детектор чего? Ну, обычный полиграф. Может, я не буду, то... Нет, нет, вы не волнуйтесь, это требование крупных компаний. Скоро все будут проходить полиграф, а пока только милиция и чиновники. Я знал, что я избранный. Смотрите, устройство очень простое, не бойтесь. Вот. Я буду задавать вам вопросы. Если вы ответите на вопрос правду, загорится зеленый свет. Если не правду, красный свет. Вам все понятно? Так. Точно. Конечно, точно, я же не идиот. А что это за звук? Давайте, наверное, настроим сначала устройство. Я вам задам какой-нибудь простой вопрос, на который вам нужно ответить правду. Ну, например, сколько будет 7 умножить на 8? Ничего себе простой вопрос. Что ты меня так сразу валишь? Да вы не волнуйтесь так, мы просто проводим калибровку. Калиф, что ты проводишь? Настраиваем устройство. Просто скажите ответ и все. Ответ. Нет, ответ. Сколько будет 7 умножить на 8? Это школьная программа. Вы что, в школе не учились? Конечно, вчився. Ладно, тогда другой вопрос. Ну, например, какого цвета трава? Откуда я знаю? Я никогда в жительной курил. Вообще-то я не об этом спрашивал. Просто скажите, какого цвета трава и все. Так, а яка? Да, бошки, гидропоника, гашиш, спайси. Да, обычная трава. А, шалуха? Ну, шалуха зеленая, конечно. Поздравляю, это ваш первый правильный ответ. Спасибо. А приз мне не дадут? Призом будет работа. А, спасибо. Ну что, приступим к опросу. Итак, вы употребляли на работе алкоголь? Никогда. Ну, один раз на Пасху и все. Ну, еще было на Травневе, но после этого не капли. Ну, ладно, еще на Новый год и на День народа начальника. И все. Ну, еще на День автомобилиста. На День МВД и все. Ну, еще когда хомяк помер. Хорошо. С этим вопросом вы справились. Следующий вопрос. Вы брали взятки на предыдущей работе? Отвечайте правду. Ага, я за раз отвечу правду. Он мне током как шибане. Да не переживайте, никто вас не собирается бить током. Ага, мне начальник тоже так и оказал. А потом и током был, еще и стрелял в меня. О, сочувствую, но все-таки ответьте на вопрос честно Слушайте, ну, а давайте другое питание Нет, нужно ответить на этот вопрос Вы брали взятки на предыдущие работы или нет? Ну, и так, и нет Нет, нужна либо да, либо нет Можливо Я уже не помню Так, либо это были бабки Просто скажите, брали взятки или нет? Слухай, давай я тебе дам 100 долларов и мы не будем ответить на это питание Вы серьезно? Вы предлагаете мне 100 долларов, чтобы не отвечать на вопрос, брали ли вы взятки? 200 Вы издеваетесь? Просто ответьте на вопрос и все Я беру подсказку 50 на 50 Такого нет просто, да или нет? Следующий вопрос Ой, ладно, хрен с ним, с этим вопросом Давайте следующий Вам приходилось на предыдущей работе бить людей? Так Але то було тільки для самообороны А оно шо, потім теж работает, да? Вообще-то да Ладно, следующий вопрос Был ли у вас на предыдущей работе секс? Так С женщиной? Конечно, да С мужчиной? Нет А вот я щас не понял То давняя история Я працювал тоди в Одессе в отряде конной полиции И... Вы что хотите сказать, что вы из Кань? Нет 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 На шо так тормозить? Ох, шо так тормозить... Мы... Ну, мене... Мене вообще не понравилось Ладно, давайте следующий вопрос Да давайте Вы нарушали закон, будучи при исполнении? Ну, чтобы ответить на це питання, надо хотя бы знать эти законы Подождите, вы же милиционер, вы что не знаете законов? Да, конечно, знаю Учу Уже купив книжку Поздравляю Это был последний вопрос Да? Можно я сниму? Да, снимайте Сейчас посмотрим И шо, идея буду противать? Ну, честно говоря, с такими данными я боюсь, что... Да? Боюсь, вам придется выбирать Вами заинтересовались все госструктуры, силовые ведомства И даже две партии хотят включить вас в список на следующие выборы Я не понимаю, это какая-то ошибка Сыно, ошибка Це твоя краина, знаемся, сынок Значит так Обираю политику Так Учу партию ЛГБ Да какая разница, все одинаковые Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова